Долгожданное событие состоялось в Тверском микрорайоне Мигалова. Там официально открыли мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. Его главный элемент – копия знаменитого памятника «Воин-Освободитель» в Берлийском Трифтов парке. В среду с него, наконец-то, сдернули покрывало. Памятник «Воин-Освободитель» с мечом в правой и немецкой девочкой в левой руке многие десятилетия был, пожалуй, что главной достопримечательностью Мигалова. Однако время шло, и созданная еще в 60-х годах руками военных авиаторов скульптура заметно обветшала. Материалы использовались в бетон, гипс. И понятно, за столь продолжительное время данный памятник пришел, несмотря на неоднократные ремонты, ветхое состояние. Весной муниципальный парламент одобрил выделение 6 миллионов 200 тысяч рублей на реконструкцию. Летом начались работы, которые, правда, почему-то затянулись. В итоге церемония открытия не состоялась ни в начале сентября, как обещали, ни даже в день освобождения Калинина. Тем отраднее, что обновленный памятник все же предстал перед лицом горожан. Мы с вами ни в коем случае никогда не должны забывать об этом великом подвиге нашего советского народа. Мы никогда не должны забывать героев, которые отдали свои жизни, чтобы мы с вами могли жить, учиться, работать. Пришедшие на торжественную церемонию местные жители отмечали, что новая копия воина-освободителя выглядит лучше проработанной в деталях. Правда, сам памятник почему-то стал заметно меньше. В итоге окружающие его фонари буквально нависают над скульптурой. Но в целом место преобразилось к лучшему. Те же ажурные светильники, скамейки, брусчатка. Поэтому мигаловцы рады преображению мемориала, которым они всегда так гордились. Мы всегда сходили, смотрели на него. И за душу все это берет. Мы дети войны. Так что мы очень рады, что вот это открыли, что он стоит и что его открыли. Что мы будем это видеть. И самая погода хорошая, место стало такое хорошее. К слову говоря, на церемонии открытия было не так много именно жителей микрорайона, которые искренне удивлялись, что никого не оповестили заранее. И вообще, почему праздник состоялся именно 28 декабря. Одни предполагали, что все приурочено ко дню рождения маршала Конева, командовавшего Калининским фронтом. Другие вспоминали, что именно в этот день родился великий советский скульптор Евгений Вучетич, автор того самого берлинского памятника воин-освободитель, младший собрат которого снова украшает микрорайон Мигалова. Продолжение следует...